С начала пандемии в Чувашии, как и по всей стране, заметно пополнились ряды волонтеров. Добровольцы, которые бескорыстно помогают пережить непростые времена, появились не только в городах. Взаимовыручка вновь стала необходимой в селах и деревнях, где порой до ближайшего магазина или аптеки ехать несколько километров. Справиться с ежедневными хлопотами одиноким пожилым из села Алманчикова Батревского района помогают четыре волонтера. Почему местный учитель, воспитатель, библиотекарь и санитарка ФАПа стали добровольцами и какую поддержку они оказывают пенсионерам, расскажет Ирина Николаева. Светлана Чихина работает в школе учителями истории, а также занимает должность администратора в местном музее. В этих залах хранятся больше тысячи уникальных экспонатов, которые знакомят с жизнью села. Предметы старинные, архивные документы, редкие фотографии еще в конце 60-х начал собирать бывший директор школы Василий Васильев. И благодаря ему в 2002 году в Алманчиково появился краеведческий музей. Чуть позже учреждению присвоили звание «Народный». Светлана Чихина продолжает дело учителя-ветерана. Здесь регулярно проводят уроки истории, собираются и в памятные дни. Когда мы изучаем темы «Великая честная война», значит, мы должны подражать патриотов, можно сказать. И, наверное, может из-за этого я хотела стать волонтером, помогать пожилым людям. К отряду добровольцев примкнули еще несколько местных жителей. Библиотекарь Татьяна Коруева, воспитатель Алектина Сымкина, санитарка ФАПа Антонина Краснова. Каждая из них, несмотря на работу и домашние дела, находит время и желание позаботиться о пожилых односельчанах. У нас по селу четверо волонтеров, оставили номера, они звонят, заказывают. Лекарства по основному. За продуктами не больно мы ходим, а вот за лекарствами тоже в район ездить порой. Хотят поговорить, они дома как бы сидят и хочется общения. У нас две коровы, держим, вот помогаем домашним молоком. Во время пандемии работу волонтеров для помощи пожилым организовала сельская администрация. Жители в глубинке и до этого были готовы прийти на помощь ближним. Но сейчас, когда стареющие деревни буквально вынуждены оставаться на самоизоляции, без взаимовыручки не обойтись. На селе уже привыкли. Пока мужья на заработках, основные хлопоты ложатся на женские плечи. В том числе и помощь тем, кто в ней нуждается. Одинаковые проживающие женщины основные. Поэтому у нас волонтеры женщины выбрали. Они общий язык находят с ними, общаются. Сходить в магазин или купить лекарства, отвезти справку или заплатить за газ. Волонтеру помогает одиноким односельчанам решить насущные проблемы. Признаются, подопечных нужно поддержать не только делом, но и добрым словом. Раиса Васильева в своей 86 на здоровье не жалуется. Много лет она работала в сельсовете, а затем школьным учителем. Является почетным донором. Последние 10 лет, с тех пор, как не стало мужа, Раиса Ильинична живет одна. И пока есть поддержка, в город к детям переезжать не планирует. Когда бирус начался, ничего у меня не было. Не ждали же. И потом смотрю, я говорю, а пишут волонтеры. Я сейчас думаю, что у нас таких нет, что ли? Как помогают? Чем помогают? Лекарства, продукты, книги. И читаю я. Без этого не могу жить. Думаю, вот эта помощь ко мне возвращается. Доброта всегда возвращается обратно. На попечении местных волонтеров 10-15 одиноких пожилых. Самый старший из них недавно исполнился 101 год. Добровольцы также напоминают односельчанам о мерах безопасности. Пандемия заставила людей задуматься о ближних. Это время, чтобы стать лучше, уверены волонтеры. Ирина Николаева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.